Балконы буквально разрушаются на глаза, говорят рязанцы, проходя мимо ветхих сооружений на улице Коширина. Это всего лишь вопрос времени, когда они обрушатся на дорогу. Коширина – достаточно оживленная улица, здесь постоянно ходит большое количество людей. И состояние старых балконов их тревожит. Вообще-то опасно здесь, плохое состояние. Надо их ремонтировать или что-нибудь делать с ними. Может в любое время случилось упасть с катуркой от турбитона. Фактически они опасны для использования. Даже учитывая время здания, их либо надо снести, либо реконструировать, потому что это может быть опасно для жизни. Многие дома в городе старые. Крыши элементы балконов часто не выдерживают погодных условий и как следствие падают вниз. Частичное обрушение особенно опасно в темное время суток, когда нависшую угрозу не видно. Проходящий мимо человек может просто оказаться не в том месте, не в то время. Ужасное состояние балконов. По городу очень много, особенно по центру. И, конечно, все в плачевном состоянии. Наличие балкона в квартире всегда считается плюсом. Его можно использовать как угодно самому хозяину в качестве кладовки или сушилки. Однако балконная плита не вечна, особенно в старых домах. Под воздействием снега, ветра, дождя и мороза она постепенно разрушается, ухудшая состояние балкона до статуса аварийного. В этот момент всегда встает ряд вопросов, как его отремонтировать и за чей счет должны осуществляться работы. Если повреждены перилы и ограждение балкона, в этом случае ремонт и ответственность за все происходящее на балконе несет собственник квартиры. Если же повреждена плита, бетонные перекрытия, то это уже относится к текущему ремонту. А текущий ремонт у нас выполняет управляющая компания. Если управляющая компания уклоняется от своих прямых обязанностей, в этом случае необходимо написать жалобу на руководство управляющей компании, в прокуратуру и в жилищную инспекцию. Юристы говорят, что не стоит ждать, когда рухнет балкон, а сразу обращаться в ответственные инстанции. Олеся Котровская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».